Легко ли быть инвалидом? Не часто мы задаемся этим вопросом, а если и задаемся, то ненадолго. Ну просто потому, что человек так устроен, что если вопрос его напрямую, так сказать, не касается, то особо он над этой проблемой париться и не будет. Просто и, как говорится, логично. Можете себя винить, можете не винить, но по большому счету вины вашей здесь нет. Так заложено природой. Наверное, именно поэтому проблемы пандусов беспокоят только тех, кто этими пандусами чаще всего вынужден пользоваться. И проблемы инвалидов, естественно, касаются самих инвалидов, и их, в частности, чаще всего они беспокоят. Да, как вы поняли, главная проблема колясочника в городской среде, это, конечно же, пандусы. Чаще всего в нашей городской среде пандусы либо вовсе отсутствуют, либо они сделаны настолько ужасно, что пользоваться ими попросту невозможно. Как обратить на эту проблему внимание общественности? Есть ли проблемы вообще? И в каких случаях мы слишком требовательны к нашей архитектуре и городской среде? Обо всем этом мы, пожалуй, разберемся в сегодняшнем видео. Уверяю, оно должно быть интересным, поэтому усаживайтесь поудобнее. В этот раз можете смело заваривать чаек, никаких мерзостей не будет. А будет интересная и довольно познавательная тема. Приятного просмотра! Перед тем, как заговорить о пандусах, я, скорее всего, должен сначала привлечь ваше внимание к теме. И, как я говорил ранее, чтобы тема вам стала интересна, нужно дать вам понять, что она касается вас напрямую, а не косвенно. Ведь тогда и споры будут горячее, и тут и, как говорится, и до хлебного бунта недалеко. Итак, для кого же нужны пандусы? Ошибочно предполагать, что только для инвалидов. На самом же деле в обществе есть целая категория людей, именуемая как маломобильные граждане. К ним относятся не только колясочники, но и все люди, которые используют какие-то средства передвижения. То есть сюда можно отнести и мамочек с колясками, и тебя, дорогой друг, если ты выезжаешь из подъезда на велосипеде, например, или просто на нем ездишь по городу. Все эти люди, так же как и инвалиды, являются маломобильными гражданами, и поэтому пандусы, они как бы предназначены в пользование всем. Не только инвалидам, но в частности, допустим, мамочкам с колясками. А их ничуть не меньше, чем инвалидов, а по-моему, даже больше. То есть каждый из нас, по сути, периодически становится маломобильными гражданами, и поэтому данная проблема должна беспокоить не только тех, на чью долю выпала инвалидность. А теперь пара слов на тему урбанистики. Не так давно я делал видео про город Сочи, где мы обсуждали проблему сноса незаконного жилья. Думаю, многим эта тема была интересна, да и вообще, в принципе, про всесоюзную здравницу можно снять еще очень много роликов. И вы знаете, я действительно нашел один интересный канал, который занимается урбанистикой в городе Сочи, и не только. Авторы канала 4 года в недвижимости и знают все сложные места. Если вам актуальна покупка или продажа на побережье Черного моря, загляните на канал. Уверяю, вы найдете там много интересного и познавательного. Ссылку на канал я оставлю в описании. Просвещайтесь, узнавайте что-то новое и, конечно же, изучайте архитектуру. Это очень важно. Будем рады вашему присутствию на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии, и тогда мы будем с вами чаще встречаться. Вы как умные люди, все сами прекрасно понимаете. Пишите. Пока-пока. Подписывайтесь прямо сейчас, тыкнув на ссылку, и не забудьте написать о том, что вы от жирного. Реклама – это двигатель прогресса. Теперь давайте перейдем к пандусам. Большая проблема – это пандусы в Хрущевах. Они либо колхозятся жителями домов, либо отсутствуют вовсе. Ругать за это совок нет смысла, потому что в СССР инвалидам квартиру всегда давали на первом этаже. Правда, практически все здания, построенные в СССР, все равно имеют ступеньки даже на первый этаж. Тут к инженерам, конечно, есть ряд вопросов, но об истории чуть позже. Если с Советским Союзом все понятно, то непонятно с современными застройщиками. Сегодня очень часто встречаются разного рода новостройки, в которых существует все та же проблема, что и десятилетия назад. Либо нет пандусов, либо они есть, но они очень громоздкие и неудобные. Суть проблемы в том, что для того, чтобы по пандусу было комфортно заезжать, у него должен быть довольно слабый уклон. А чем плавнее уклон, тем длиннее пандус. Простая, так сказать, геометрия. Ну а если пандус делать маленьким и компактным, то по нему будет неудобно подниматься и спускаться. Есть риск покалечиться. И вот мы столкнулись с разрешимой, казалось бы, проблемой. Как быть? Строить огромные, уродские, длиннющие пандусы, по которым можно будет комфортно спускаться. Или делать коротенькие, невзрачные, но которые будут травмоопасны. Можно долго спорить и на том, что из этого будет более полезным и нужным, но сойтись всегда можно в одном. Пандусы можно убрать вообще. Разумеется, я не имел в виду, что хрен с ними, с маломобильными гражданами, пускай по ступенькам залезают как-нибудь сами. Нет, пандусы это лишь причина, а мы можем устранить следствие. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, зачем вообще нужна вот эта ступенька? Почему нельзя сделать бесступенчатый вход? Все довольно просто. В России еще с царских времен все дома строились небольшой возвышенностью и при входе делали эдакие ступеньки. Для чего их возводили? Дороги в то время были либо брусчатые, либо вовсе изгравики. Лошади гадили и после малейшего дождя, как правило, на улицах была грязь. Так было не только в России, если вдруг кто-то решил, что мы одни в России такие были грязные замухрышки, то это совсем не так. Любая развитая страна жила точно так же, но они развитые живут так и до сих пор. Ступенька возвышала порог дома и таким образом перед тем, как войти в дом, вы поднимались на ступеньку, отряхивали грязь и уже с чистой обувью входили в дом. Кроме того, лужи, грязь и лошадиный помет не затекали в жилье. В общем, ступенька несла и такое естественное препятствие для говна. В СССР эта традиция, так сказать, была любезно сохранена. К тому же в то время далеко не везде имелся асфальт и чистые дороги. Все-таки не стоит забывать, что страна в те годы оправлялась от войны. И, как вы видите, так и получилось, что злосчастные какахи послужили началом вот этих ужасных ступенек, которые сегодня у нас буквально на каждом углу и перед каждым подъездом. Сегодня говно по улицам уже не течет и в городах есть дренажные системы. Необходимость в ступеньках отпала сама собой, но по старой русской традиции их продолжают строить. Конечно же не все. Некоторые застройщики сейчас используют эдакий одноуровневый подъезд или бесступенчатый подъезд. Довольно простая технология, до которой можно было догадаться еще несколько десятков лет назад. Чтобы облегчить жизнь людям, они делают одноуровневый подъезд. Ну а чтобы вода или грязь не текли в подъезд, достаточно сделать минимальный уклон. Говну может воспрепятствовать всего 20 сантиметров, чтобы оно перестало затекать в парадную. И ладно, если есть пандусы, которые городят на старые постройки, пытаясь их оборудовать для маломобильных граждан. Но непонятно, почему некоторые застройщики строят ступеньки, а потом пытаются решить неразрешимую проблему. Длинный пандус или травмоопасная горка. В общем, как видите, проблему решить можно. Куда сложнее решить проблему городской среды. Здесь все обстоит куда сложнее. К сожалению, в наше время и в нашей стране городская среда совершенно не адаптирована для маломобильных граждан. Попробуйте проехать на велосипеде по городу, и вы сразу поймете, о чем я говорю. И когда будете на велосипеде скакать по ухабам разным бордюрам, представьте себе, каково колясочнику, у которого вообще в принципе нет возможности встать и перескочить. Лично мне кажется, что сегодня даже в центре, допустим, моего же Таганрога, далеко не все колясочники могут свободно самостоятельно передвигаться. Это скорее попросту невозможно. Или вот, например, в Чебоксарах экипированный каскадер протестил пандусы на инвалидной коляске. И почти везде его попытки съехать или подняться заканчивались фиаско. Так что не будьте равнодушными к этому вопросу, ведь это касается практически каждого из нас. Требуйте от компаний, обслуживающих ваши дома, чтобы они строили качественные и нормальные пандусы. И что самое главное, я нередко встречаю, как соседи бомбят, когда в доме живет инвалид и для него строят пандус. Видите ли, лестница становится меньше. Это очень ужасно. Множество инвалидов, живущих в России, сегодня живут в заточении и не могут просто нормально, комфортно выйти на улицу, потому что для них это, ну, невозможно. Для того, чтобы ему выйти просто подышать свежим воздухом хотя бы у себя во дворе, нужно усилие как минимум двух дополнительных людей, которые будут тащить эти коляски по лестницам. Это очень трудно и проблематично, и из-за этого человек редко выходит на улицу и редко общается. Для нас это кажется мелочью, а некоторые люди действительно из-за такой мелочной проблемы вынуждены жить в заточении, и это ужасно. Представьте себе годы одиночества без возможности выхода на улицу. Это кошмарно просто. Лично я себе такой жизни никогда бы не пожелал, да и врагу тоже. Если пандусы в вашем подъезде неправильные, требуйте их замены, потому что это на самом деле нифига не мелочь, это очень важная вещь. В России есть множество законов, защищающих маломобильных граждан. Просто нужно ими постоянно пользоваться, и тогда они будут реализованы не только на бумаге, но еще и на деле. Ну и если вдруг среди моих зрителей есть люди, которые проектируют многоквартирные дома, пожалуйста, относитесь к этой проблеме очень серьезно, уделите ей побольше времени и постарайтесь сделать ваше жилье комфортным, чтобы люди, у которых нет возможности свободно прыгать по ступенькам, могли комфортно жить и быть спокойными, что они могут самостоятельно выйти или выехать на улицу и без труда посетить ближайшие участки, так сказать, инфраструктуры. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что ролик вам понравился. Пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, дополняйте, если я о чем-то забыл сказать. А пока вы видите тот пять комментариев из предыдущего ролика, быстро напомню, куда нужно подписаться. А подписаться нужно на нашу группу ВКонтакте, там вы найдете анонсы предстоящих стримов, новости с моего канала, всякие прикольные картиночки, которые соколики скидывают, в общем, все-все-все. Ссылочка в описании, переходи, подписывайся, там очень круто. Также не забывай подписываться на мой Инстаграм, где я пашу разные интересные фоточки, и, конечно же, на мой лайв-канал, ссылочка на него также есть в описании. Тыкай вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, а также тыкай вот сюда, чтобы подписаться на канал сегодняшнего спонсора. И вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики На этом у меня все Спасибо, что смотрите Жирного Увидимся на стриме в выходные Пока